37 компаний из 11 стран мира. Таков инвестиционный портрет особоэкономической зоны Липецк сегодня. В 2014 году на её территории возвели сразу несколько крупнейших предприятий. Одно из них – компания ББ по производству электрооборудования для строительства объектов жилья, соцкультбыта и промышленности. Первый камень предприятия заложили в апреле этого года. Сейчас идут завершающие работы. Новый объект планируют открыть летом 2015-го. В перспективе здесь должен появиться целый электротехнический кластер. Швейцарская компания АББ строит первый завод в России. До этого они арендовали производственные площади на некоторых заводах, но пришли к пониманию того, что российский рынок – это, наверное, один из самых перспективных в Европе. И никакие кризисы нам здесь не помеха. То, что кризис для резидентов не помеха, доказывают цифры. В 2014-м на территорию особой экономической зоны пришли 8 новых резидентов. Спектр широк – от производства комплектующих вентиляторов до птицеводческого оборудования. Новым флагманом развития промышленности в 2015 году станет появление на Липецкой земле китайского завода по производству автомобилей «Лифан». Мы учитывали разные факторы. Это логистика, это центры европейской части, аэросекфетрация. Стоимость и доступность кадров в Липецкой области тоже очень привлекательные показатели. Ну и с учетом логганизации. Логганизация – это радиус 200-300 километров от завода. Что мы можем покупать? Жильные диски, сиденья, стекла и так далее. Несмотря на санкции, территорию особой экономической зоны планируют расширять. Проект второй очереди уже направлен в правительство. Если документ получит одобрение, то на инвестиционной карте региона появится новая точка. Площадью в 1300 гектаров. Это Елецкий район. Там площадка интереснее, чем нынешняя. Подстанция 500, Елецкая, 100 мегаватт свободной мощности. Значит, железная дорога по границе проходит. Станция из Валы в двух километрах. Газопровод высокого давления. Елец, 100 тысячник. В следующем году на площадке особой экономической зоны Липецк работу начнут четыре строящиеся компании. Плюс ко всему новые резиденты будут готовить площадки для своих предприятий. Юлия Челария, Романа Враменко, Липецкое время.